СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ Ну, я думаю, что из предыдущего материала вы уже поняли, что диалектические категории их не изображают самих по себе, а выводят одно из другого То есть более сложная категория включает вся более простую и некоторое дополнительное содержание имеет Поэтому, если вы берете категории диалектики, науки логики Гегеля, они имеют вид цепочек таких Каждая цепочка начинается с чистого бытия, самая короткая цепочка до становления То есть это всего лишь чистое бытие перешло в чистое ничто, а мечто в бытие И тогда бытие переходит на ничто, ничто переходит на бытие Нет ничто, нет бытия, есть лишь движение и созновение одного в другом И вот это и есть понятие становления Если мы хотим пойти дальше, мы берем это становление То есть берем, собственно говоря, считаем, что мы дошли до становления от чистого бытия И начинаем протягивать цепочку категорий дальше И вот мы рассматриваем становление Если мы будем рассматривать становление, мы можем там усмотреть в этом становлении Два противоположных движения Одно движение – это переход бытия в ничто И второе – переход ничто в бытие Переход бытия в ничто как называется? Кредка в день А переход ничто в бытие – возникновение Очень хорошо Очень хорошо-то хорошо И получилось, что становление – это единство, возникновение и прихождение Хорошо, и куда-то эти бытия и ничто, которые, как я только что говорил, они тут есть Они пропали Нельзя ли их как бы восстановить, чтобы видно их было Где эти бытия и где это ничто? Можно Вот бытие переходит в мечто – это прихождение, да? Давайте это запишем следующим образом Прихождение – это бытие, запитая, переходящее в ничто Короче Бытие Бытие, очень хорошо Но какое бытие? Не такое бытие абстрактное, которое только есть в жизни Всякое бытие в жизни всегда переходит в ничто Нет такого явления, нет такого процесса, нет такого феномена, нет такого предмета, который бы не переходил в ничто Бытие, запитая, переходящее в ничто Теперь давайте рассмотрим возникновение Это ничто, переходящее в бытие Короче Ничто переходит в ничто Но какое ничто? Не то ничто абстрактное, чистое ничто А это вот ничто, которое переходит в бытие Когда некоторые говорят, как это может быть ничто, как это может вообще можно мыслить в ничто А потому что мы мыслим реальное ничто, реальное ничто это всегда переходящее в бытие Не волнуйтесь, есть только такие ничто и бывает Поэтому есть бытие, переходящее в ничто, есть ничто, переходящее в бытие И вот мы спокойны То есть есть бытие в становлении, есть и ничто Но только они друг друга переходят А что получается? Если бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие Значит разность тех в становлении исчезает А становление есть благодаря разности бытия и ничтов Ну раз они только потому, что они разные, можно говорить о переходе, но в другое Значит, разных бытия и ничтов становление исчезает, а становление есть благодаря разности Значит, исчезает и становление Вот какой непреложный логический вывод, формально логический вывод мы получаем Что становление исчезает Ну что значит исчезает? Исчезает это такое красивое слово А в диалексике, в логике слова более четкие и более резкие Есть отрицание Если оно отрицает становление, значит становление, если оно исчезает, то оно отрицается Что является отрицанием становления? Надо подумать на эту тему Становление отрицается Происходит отрицание становления При этом мы должны сразу сказать, что то отрицание, которое рассматривается в диалексике, не похоже на зряшные формальные отрицания, которые бывают типа отталкивания, отвержения и нежелания увидеть в том, что отрицается, то, что есть. То есть вот если я буду проводить эксперимент и приду, и буду отталкиваться от того, кто присутствует на лекции, то для того, чтобы не оттолкнуться, нам надо к нему притворнуться. А Гегель делает и более общее утверждение. Для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Поэтому это наше ходящее, не диалексическое представление о том, что я сказал, что-то я отрицаю, что я тем самым от него освободился, и от него не освободились. Вы его отрицаете, он вас отрицает, еще не ясно, кто кого победит. При этом это двойное отрицание, отрицание друг друга. Ну и единственное отрицание, которое принимает диалексик, это отрицание с удержанием. Как называется отрицание с удержанием? Снятие. Вот отрицание с удержанием называется снятием. Нам остается теперь рассмотреть, а что такое отрицание становления? Вот что по собой представляет снятое становление? Значит, становление это беспокойное единство бытия и ничто. Одно в другое переходит постоянно бытие в ничто, ничто в бытие, беспокойное единство бытия и ничто. Что является отрицанием беспокойного единства? На эту тему надо подумать, поразмышлять. Тут есть два момента. Что является отрицанием беспокойства и что является отрицанием единства? Что является отрицанием беспокойства? Спокойствие. Спокойствие. Значит, в результате снятия, то есть отрицания с удержанием, есть что-то спокойное. А какое оно спокойное? А что такое отрицание единства? Когда говорят единство, первая мысль, которая приходит в голову, а первая не всегда правильная, что есть что-то одно. Но если бы это было что-то одно, то ни о каком единстве нельзя было бы говорить. Вот можно сказать, что я един сам с собой. Ну, люди бы начали крутить около виска и говорить, ну, товарищ профессор заговорился явно, он един сам с собой. Еще бы не хватало, чтобы он не един был. Когда говорят о единстве, что у нас с вами единая позиция? Когда можно говорить о единстве? Когда есть, по крайней мере, два, которые составляют это единство? А что противостоит единству? Что является отрицанием единства? Это не сразу приходит в голову. Что является отрицанием единства? То есть вам надо отрицать, что есть два. Ну, что является отрицанием единства? Отрицанием единства. Несколько чего-то. А? Несколько. Что чего-то, нет. Нет, какое же несколько? Отрицание единства как раз отрицание этих нескольких. Одного. То есть, наоборот, одно. Так единство и так одно, ничего не получается. Единство и так уже говорится, единство. Вот оно одно есть. Так оно, вот у нас единство, допустим, партия, единство всех членов. Это идейное единство, да? Если говорят идейное единство, что один человек? Или их миллионы? Или тысячи? Или сотни? Тогда можно говорить даже о миллионах и тысячах. Вот, скажем, Большевикова была в 40 тысяч в 17-м году. У них было идейное единство? А что, один был человек? Или так надо понимать единство, что у них на все одна мысль, что ли? На всех. То есть, не так надо понимать. Значит, на самом деле, если поразмышлять, а вот Гейгель поразмышлял над этими категориями, ну и нам тем самым подарил результат своего размышления, отрицанием единства является простота. Ну, это единство сложное понятие. Если единство, значит, по крайней мере, два. Тут присутствует предмета. Два субъекта, правда? Чтобы было единство мнений, надо, чтобы было одно мнение и второе. Единство позиции. Одна позиция и другая позиция. А если отрицание единства, значит, простое. Нету никакого двух, нету никакого трех, а нету ничего, кроме простоты. Простота. Значит, отрицанием беспокойного единства является спокойная простота. Отсюда вывод. Результатом снятия становления является спокойное и простое. Оно есть? Есть. А раз оно есть, то оно? Бытие. Правильно. Значит, отрицанием спокойного единства является спокойное и простое бытие. А что значит простое? Налицо только бытие. И вот, вроде бы, мы проходили через становление, его отрицание, а налицо только бытие. Ну, что мы можем сказать теперь про это бытие? Надо его как-то назвать. Мы сейчас его хотим сделать предметом исследования. Откуда мы берем название? Название мы берем из книги наукологии Гегеля. А Гегель откуда их берет? А Гегель их берет из истории философии, которую он изучил, всю предшествующую философию. Но поскольку он строит систему, то не обязательно в истории философии найдутся все звенья, которые он хочет назвать. Поэтому ему приходится достраивать. Не придумывать, не выдумывать, а достраивать те звенья, которых не хватало, потому что не было системы. В частности, например, понятие определения у Спиноза было, детерминация Снегасова, определение и отрицание. А понятие определенности и различение определенности и определения, которые есть у Гегеля, нет. Например, у Гегеля говорится определенность человека, это наличие мочки на ушах. Нет у других животных, у которых бы были мочки на ушах. Поэтому сказать, люди – это животные с мочкой на ушах. И вот попался к нам человек, который недавно был в аварии, и у него срезала раковины ушные. И что, он не человек? У нас не человеком считают только сумасшедших. И Гельцин. Почему? Потому что первым же указом Владимир Владимирович Путин, когда стал президентом, освободил от ответственности уголовной кого? Всю семью Гельцин. А кто еще у нас освобожден заранее, до всяких преступлений, до уголовной ответственности? Индийспособные? Да, инвалиды. Умственные инвалиды. Не просто инвалиды, а умственные инвалиды, то есть сумасшедшие. То есть этот указ приравнял Гельцин к сумасшедшим. Вроде хорошее дело, но вот так и получилось. Хотелось хоть делать хорошее дело, получилась такая ерунда. То есть это как бы предполагается, что они могут совершить уголовные деяния, и мы заранее их освобождаем. К тому времени, когда издавался этот указ, уже многие говорили, что Патиону виновен как изменник Родине, что он виновен в разрушении крупнейшего государства, Советского Союза. Поэтому, так сказать, обвинения очень суровые, вывязались с того времени. И готовился и спичмен Гельцин. Ну вот, возвращаемся мы снова к этому. Есть спокойное и простое. Что нам дальше делать? Что нужно делать, если мы получили новую категорию «Наличное бытие»? Вот назвал ее так, Георгий, «Наличное бытие». Налицо только бытие. Вы же не видите никакого ничто. В умственном взгляде, когда смотрите на эту категорию, вы не видите никакого ничто. Как надо изучать? Надо обдумывать. Вернуться назад. Чтобы пойти вперед, надо повернуться назад. Если вы с кем-то хотите познакомиться, вы расстраивайтесь. Скажите, пожалуйста, где вы раньше работали, где вы родились, кто ваши родители. И мы начинаем, возвращаемся к жизненному пути. А если речь идет о минералах, которые когда-то появились, они же появились не в раз. Тоже была целая история. Если мы говорим об обществах, которые развивались, мы всегда начинаем движение назад. А потом же мы пойти вперед. А если пойти назад, но недалеко, то мы должны сказать, что на личном бытие есть результат снятия становления. Так? На личном бытие есть результат снятия становления. А раз на личном бытие есть результат снятия становления, вы слышите, что я про него сказал? Значит, на личном бытие есть становление. А в становлении есть, кроме бытия, и ничто. Вывод. Значит, на личном бытие есть ничто. Но оно не налицо. Вот когда было становление, то налицо было и то, и другое, правда? Бытие, ничто, ничто, бытие, возникновение, становление, а здесь спокойное, простое бытие. А в нем, если вас это удивляет, что налицо только бытие, не должно удивлять. Вот, скажем, любой присутствующий здесь имеет желудок, но он не налицо. Вот если он налицо, надо срочно вызывать скорую, и не знаю, удастся ли спасти. Если уже налицо, желудок и кишки еще. Бывают такие истории, если вот человек попал в ситуацию, когда рядом разорвался снаряд, вот тогда бывает такая ситуация. Поэтому ничего такого удивительного в том, что одно налицо, другое налицо нет. Значит, ничто не налицо. Значит, что мы получаем, какое в наличном бытии есть ничто, оно не налицо. Следовательно, мы можем представить себе такую картину, наличное бытие, а в нем ничто. Вот такое ничто, оно не свободное. Было свободное ничто. А это ничто было сродни чему? Возникновение. Ничто, переходящее в бытие. А это ничто, оно уже запаковано в бытие. Оно в бытии. И как назвать, надо этому ничто, которое в бытии дать, свое название. Какое вы предлагаете название? Ничто, принятое в бытие, так что конкретная история, это форма бытия. Какое дать название? Определенность наличного, нет, определенность наличного бытия. А почему определенность? А потому что вы взяли вот это наличное бытие и его, так сказать, зачернили чем-то. Придали ему определенность. Всякая определенность подпадает под это определение. Например, сладкий чай как получить? Надо взять чай в стакане или в чушке. Лучше в стакане, там видно хорошо. И бросить туда, положить две ложки или три, кто как любит. Сахара. А сахар это чай или не чай? Не чай. Вот этот не чай, положенный в чай, дает этому чаю определенность. Какой получился чай? Сладкий. Сладкий чай. То есть сладкий чай, это определенный чай. Давайте еще туда пихнем то, что не является чаем. Лимон можно туда пихнуть? Чай с лимоном. Это принято, это во все, так сказать, люди любят. Так, а лимон, положенный в чай, это чай или не чай? Не чай. Не чай. Поэтому и лимон, положенный в чай, не чай. То есть вот и лимон, и сахар, придают этому чаю определенность. И получаем мы определенный чай. В данном случае чай с лимоном. Сладкий чай с лимоном. Вот у нас есть белая доска. Если мы хотим придать ей определенность. Но если я буду белым писать по белому, вы что-нибудь прочете? Нет. Чтобы что-то написать, я должен писать другим цветом. В данном случае, вот, скажем, я рисую букву О. Эта буква О нарисована не белым цветом. И только из-за того, что она не бело нарисована, она различима. Значит, я тут какую-то получил определенность. И вот я могу на этой доске писать, и тогда может какое-то содержание быть. Вот, скажем, если вы открываете книгу. Какого цвета страницы книги? Белая. Ну, она зачернена. А если бы вот все, чем она зачернена, эту страницу уберем, что вы будете читать? Ничего не можете вы читать, не будет никакого содержания. Поэтому для того, чтобы что-нибудь различить, надо или светлый зачернить, или темный заберите. Ведь вот есть темные доски, на которых пишут белым мелом. А в газетной правдке существует такое понятие «выворотка». Когда берут черный такой, черный фон, а на нем белым пишут. Ну, вот, мне кажется, это мрачно иногда получается, когда увлекаются этим делом. Но иногда это вот имеет смысл. Когда это черное не такое уж плотное, а белое, но достаточно широкое, чтобы оно, ну, не совсем это была одна чернота бросалась. То есть тут меру надо знать. Но, во всяком случае, для того, чтобы что-то различать, надо либо светлое зачемнить, либо темное осветлить. И Гегель говорит такую вещь, что в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Так? Так. Вот мы разобрались с этой определенностью. Настолько мы с ней разобрались, то хочется посмотреть не на наличное бытие, в котором определенность, а на определенность, которая есть в наличном бытие. Вот вы поняли, что я сказал? Смотрите. Есть наличное бытие, есть наличное бытие, в котором есть определенность. А есть определенность в наличном бытие. Конечно, нельзя понимать так, что это какой-то кружок, и это отрицание проникает в наличное бытие. Это не бытие никак не может быть понято в буквальном смысле, как некий кружок или квадратик, потому что отрицание не бытие, и определенность проникает в все вот это наличное бытие. Но оно все равно в нем, а не на лицо. На лицо бытие. Так вот, одно дело, я смотрю на вас и вижу у вас вот здесь от молнии соответствующий хвостик, за который можно дернуть и раскрыть курточку. А другое дело, я смотрю на молнию, которая на вас находится, и она у меня предмет рассмотрения, а вы какая-то вторичная, вы другое. Правильно? То есть, поэтому давайте рассмотрим вот это вот ничто, которое в бытии. Так вот, ничто, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, называется небытием. Небытием. Видите разницу? До этого было ничто, ничто, ничто. А потому что оно свободно порхало. Тоже ничто, да? То же самое оно. Оно уже не то же самое, а ничто, которое в бытии, которое вы достали из наличного бытия, оно уже не ничто, оно тут запаковано в бытие, оно не бытие. Отрицание бытия. Да, оно отрицание бытия в бытии. Оно отрицание бытия и там было. Оно отрицание бытия в бытии, они рядом. Небытие переходит в ничто, а бытие никуда не переходит. Все спокойные и простые, А в нем есть, в нем Есть ничто, и оно не налицо, а только в нем Его не видно, оно есть И желудок ваш не видно, он есть И сердце вашего не видно, он есть И слава Богу, что нет, ни того, ни другого не видно Не хотелось бы это видеть Хирурги, они видят Не все могут быть хирургами Вот такое вот ничто, которое в наличном бассейне Называется небытием А вот люди иногда употребляют небытие вместо ничто А ничто вместо небытия Это в разных категориях Небытие, ну как вот Женщина вышла замуж, она уже кто? Жена, а не просто женщина И мужчина, который женился, он не просто мужчина, а он муж Что значит муж? Значит жена есть Что значит жена? Значит муж есть То есть тут есть прямо указание на противоположное И вот это небытие, принятое в бытие Так что конкретное целое имеет форму бытия Называется определенностью наличного бытия Вот, понятие определенности И вам теперь захотелось узнать Поближе познакомиться с этой определенностью Что для этого нужно сделать, если с чем-то хочется поближе познакомиться Надо взять его само по себе Изолировать тем самым То есть если я приглядываюсь к чему-то там вот на вашей одежде Уже вы для меня в тумане А вот это я вот эту вот Частучку вижу ясно Вот я к ней приглядываюсь И беру эту определенность изолированную само по себе То есть так, как брать нельзя Вы отдаёте себе отчет в том, что вообще она не изолирована А я ее взял изолирована То, что я рассматриваю и разглядываю Умственным взором Она вот включена в эту ткань Не разрывная Она в бытии А я ее разглядываю изолированно И вот Гегель по этому поводу Определенность еще не отделилась от наличного бытия Правда, она уже никогда не будет от него отделяться Что получилось? У вас в голове мысль пошла Что определенность еще не отделилась от наличного бытия О, значит, вы начинаете думать, что скоро она отделится Ну, а диалексика состоит в том, чтобы дать другое утверждение Впрочем, она никогда и не будет от него отделяться И вам сказали И не будет она отделяться Но вы уже представили, как она отделится Вы уже берете ее отдельно То есть вы должны запомнить, что вы берете ее так, как не надо брать А по-другому никак не поступить Если вы собираетесь ее изучать Если я изучаю вашу руку То вы согласны, что это не вы, это рука, а это вы Если вы, то у вас и рука, и нога, и две руки, и все, берется, и голова А если я беру только руку изучать То этим самым я абстрагируюсь от всего целого Бывает такое в жизни? Бывает Вот просят руки какой-нибудь девушки, когда хотят взять ее в жены Я прошу вашей руки А потом выясняется, что он взял за руку И просил только руку, а потом ее взял целиком Замуж, так? И здесь такая самая ситуация В определенность неотделима от наличного бытия Но мы ее берем, когда рассматриваем Если мы взялись ее и рассматриваем То раз мы делаем что-то предметом рассмотрения То оно есть А раз есть, то оно бытие То есть мы берем определенность не как определенность, а как бытие То есть противоположным образом А что делать? Ну а что делать? Если я беру и рассматриваю, то сразу превращается в бытие У меня на глазах Вас удивляет, что ничто превращается в бытие? После рассмотрения становления вас это не должно удивлять Правильно? Ничто и обязательно превращается в бытие, а бытие в ничто И вот рассматриваем мы это вот Вот такая определенность, которая берется не нормальным образом А берется изолированно, сама по себе, как бытие Как называется? Качество И не надо это качество, а так думать, что это великая категория А что тут великого, когда вы берете, так сказать, несоответствующим образом определенность? То есть вы вырываете Вот я не хочу рассматривать вас вообще, беру только ваш рост Могу взять? Могу И рост я Рост это одна из характеристик человека Это его отрицание Не человек же, а только рост И вот я этот рост беру, а человека не беру Бывает такое в жизни? Бывает Вот вы на осмотре медицинском И там этот специальный измеритель Вот вам записывают фамилия И там 178, 185, 193 Ничего не интересует Фамилия и цифра Фамилия и цифра Эти люди собой, для тех, кто проводит медосмотр И для той медсестры, которая меряет рост Вот там и другие меряют давление Третьи там могут вам мерить пульс Четвертые будут смотреть, какое у вас глотное дно И так далее А вот эта вот девушка или медсестра Она меряет только одно Рост То есть она изолируется от вас От вас ничего ей не надо Фамилию и рост Фамилия и рост Фамилия и рост Проходите быстрее Не задеть Рост 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 Вы вообще никто Вы не нужны Нужен только ваш рост И вот таким образом Получается, что вот это качество Оно в своей изолированности Получает некоторое самодавляющее значение Давайте его рассмотрим ближе Если мы его рассмотрим ближе Обязательно мы найдем его связь С тем, откуда вы его вытащили Правильно? Если качество мы рассматриваем Первый вывод, который мы сделаем Что оно Есть Раз оно есть Значит оно Бытие А какое Бытие? Вы сколько знаете Бытие? Уже три Бытия Три вы знаете Бытие Нет определенного Бытия Вы еще не знаете Уважаемый товарищ Вы знаете чистое Бытие И знаете наличное Бытие И больше никакого Бытия И просто Бытие вы знаете Чистое Бытие 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 в становлении Вы знаете? Бытие в становлении Это прихождение Правильно? Вот вы знаете Чистое Бытие Оно еще не успело Ни во что перейти Оно переходит И долго оно Чистому держаться не может Как только оно перешло уже один раз В Чистое Ничто А то Чистое Ничто уже переходит в Бытие И все. Вот вы знаете чистое бытие, знаете бытие и знаете наличное бытие. Три. Как вы должны брать качество? В соответствии с тем уровнем, на котором вы находитесь. Если вы уже дошли до наличного бытия, то и качество вы должны брать как наличное бытие. А в наличном бытие есть не только бытие, но и ничто. Это значит, это для вас как некоторый масштаб, который говорит, что ваше рассмотрение качества как односторонне положительного, это неправильное рассмотрение. Мы должны рассмотреть качество и как бытие в противоположность ничто, и как ничто в противоположность бытию. И вот качество, взятое как бытие в противоположность ничто, называется реальностью. А качество, которое берется как ничто в предположенном бытии, называется отрицанием Вот, значит, есть реальность и отрицание И у нас есть что? Три объекта на умственном столе, где мы проводим эти исследования перед умственным взором Реальность, отрицание, уже качество можно было забыть Реальность и отрицание есть Оно качество как реальность, качество как отрицание И само наличное бытие Что дальше делать? А дальше, значит, то, что мы будем делать, сводится к снятию различия между реальностью, отрицанием и наличным бытием То есть все эти три картинки сойдутся в одну Почему? Вот начинаем разбираться Реальность, что про нее знаете? А это, как-то надо научиться красиво делать, что не так уж, чтобы вдыхать или там мучиться Надо гордо говорить, я знаю, что оно есть А раз оно есть, то оно бытие А какое? Наличное бытие Значит, реальность, наличное бытие А раз оно наличное бытие, в наличном бытие есть что? Ничто То есть отрицание Качество есть Да нет Уже в наличном Качество не Оно взято отдельно А в наличном бытие есть ничто Небытие Ничто Ничто Вот, значит Вот ничто Значит, в реальности есть отрицание Доказали? Давайте возьмем, что за отрицание В отрицании Отрицание есть? То не в этом самом Вы его рассматриваете Оно не в этом Вы его рассматриваете Оно уже по этому бытие Отрицание есть Значит, в реальности есть отрицание В отрицании есть бытие В отрицании есть реальность То есть оно берется как бытие Значит, нет реальности Нет отрицания И нет отдельно наличного бытия А есть Каждый из них Из наличного бытия Значит, снято различие и реальность, и отрицание, и наличное бытие. Не различаются они больше. Мы уже не можем различить. А есть что? А есть... Определённое. Определённое наличное бытие. Вот что мы получили. Определённое наличное бытие. Вот такое бытие, в котором снято различие реальность, отрицание и наличное бытие, называется определённым наличным бытием. Но длинное название. А что делать с длинными названиями, учитывая потребность молодёжи в изучении диалекции? Укоротить. Укорачиваем. Первый шаг укорачивания – наличь насущие. Вообще, сущие – это высказывание, которое некоторые с изыском таким употребляют, но не понимают, что это значит. Сущие – это то, которое налицо. Вот если у меня есть хлеб, это насущный хлеб. А если хлеб есть не у меня, а у того дяди на другом конце города, это не насущный хлеб. За него доберись, а дядя может дать, может не дать. Поэтому наличь насущие – это предлагает, что вот здесь оно есть, здесь и сейчас. Наличь насущие. На какие вопросы отвечает наличь насущие? На вопрос «что?» Наличь насущие. И на вопрос «какое?» Наличь насущие. То есть вы видите, раз оно отвечает на такие вопросы, которые одно относятся к бытию, а другой вопрос относится к определённостью, то тут снято различие как раз бытия и определённости. Это определённое наличное бытие тут. Но оно называется «наличь насущие». Мы выиграли одно слово. Уже у нас не определённое наличное бытие, а наличь насущие. Идёт дальше. Можно ещё короче это сказать? А ещё, короче, это будет так. Нечто. Нечто. Вы тут видите определённость? Чем она выражена, нечто? Определённость? Покажите определённость в слове «нечто». То это отрицание? Ну где оно, где? В пиритии стоит. Вот стоит «не». Это и есть. Так это и есть определённость. Это же есть отрицание принято. Не бычто, принятое в бытие, так что конкретные целы имеют форму бытия. Конкретные целы – нечто. А в нём есть «не», то есть отрицание, то есть ничто. Вот оно. Теперь скажите, это положительное высказывание – нечто или отрицательное? – Нечто есть. Оно положительное? – Положительное. Вот смотрите, положительное, а впереди нахальное стоит «не». Вот если бы оно было не вместе, а отдельно, скажем, «не что», то мы бы отрицали. А раз они вместе, то это положительное. Но это такое положительное, в котором есть его собственное отрицание. Вот скажите, пожалуйста, если в каком-то положительном есть его собственное отрицание, это спокойно будет положительное или начнется там борьба? Положительного с отрицательным, отрицательного с положительным. Как вы считаете? Ну как это? Нечто стоит нахально, вот нечто, и говорит, это положительное. Вот и написано, нечто. Как же положительное, когда вот не стоит? Ну в каком это положительное? И какое что, когда он впереди стоит не? То есть кто-то должен, одно ест другое. И вот это выражение мы должны рассмотреть Давайте рассматривать Как мы будем рассматривать? Рассматриваем нечто Если рассматривать нечто, что нужно сделать? Какой первый вывод? Что нечто Что это бытие, оно есть Наоборот Сначала, что оно есть, тогда бытие А у вас получается не доказательство, а запоминание И повторение А надо выводить Значит, нечто есть А значит, оно бытие Какое? С отрицанием Ничего с отрицанием Наличное оно Ну какое бытие? У нас бытие какое вы еще знаете? Другого вы еще не знаете Вы знаете, наличное бытие Так, наличное бытие А в наличном бытие Есть не только Есть ничто А в ничто есть не только одно Но и прямо происположенное ему Значит, надо взять нечто Как становление моментами Которого было бы нечто Ну, осовременить взгляд Раз теперь уже у нас нечто В самом нечто есть Оно есть В самом есть есть ничто Но моментами этого И в нем есть становление По моментами становления Должны быть два нечто Вот эти два нечто Вы можете назвать Одно называется нечто А другое Другое называется другое Иное Или иное Но называется так Одно называется нечто А другое Иное Или другое Ну вот теперь Что нам надо делать? Вот смотрите Мы Давайте рассмотрим Другое по отношению к нечто Другое по отношению к нечто Есть иное Да? Или другое Давайте рассмотрим Другое по отношению Это мы Другое по отношению к нечто А если нечто рассмотреть По отношению к другому Тогда другое Это нечто А нечто По отношению к нему Другое Вот мы рассмотрели Другое по отношению к нечто Нечто по отношению к другому Нечто само по себе Мы рассматривали Сначала Что мы не рассмотрели? Мы не рассмотрели Иное по отношению К самому себе Давайте рассмотрим То есть мы все очень последовательно обдумываем, ничего не пропускаем Иное надо рассмотреть по отношению к самому себе А иное по отношению к самому себе это что? Иное самого себя Да, очень хорошо Иное по отношению к самому себе есть иное самого себя Никакого другого вывода мы делать не можем Иное по отношению к самому себе, иное по отношению ко мне это иное меня Правильно? Иное по отношению к самому себе есть иное самого себя А иное самого себя это что? Иное самого себя Ну само оно кто? Какое оно? Да какое бытие? Иное Иное по отношению к самому себе само оно иное, так иное по отношению к самому себе это иное иного нет? не так? ну как зовутся иное по отношению к самому себе ну как оно само-то называется иное значит иное по отношению к самому себе это иное иного иное по отношению к самому себе есть иное самого себя то есть иное иного тут никуда не денешься Иное по отношению к самому себе Есть иное самого себя, то есть иное-иного Раз самого себя А что такое иное-иного? Что вы можете сказать про иное-иного? Дмитрий Юрьевич Иное-иного есть иное Да, иное-иного есть иное Вот давайте на этом высказывании остановимся Во-первых, это высказывание Оно присутствует в языке Оно имеет глубокий смысл И не надо от него открещиваться и говорить Ну что за игра такая слов? Это не игра слов Это вот высказывание отражает ту диалектику Которую в жизни есть Это про всякое иное можно сказать Что иное-иного есть иное А что это означает? Если вы это внимательно будете обдумывать Оказывается, что вот в этом высказывании Содержатся сразу две противоположных мысли Две противоположных Вас это удивляет в диалектике две противоположных мысли? Не должно удивлять Ну вот они появились снова Две Первое, что иное-иного есть иное Как было иное, так и осталось иное Вас это удивляет? Допустим, если вы Шилов, то вы и есть Шилов Что, вас это удивляет, что ли? И второе высказывание Иное-иного есть иное Что вы это? Если сидели тут занимались И если ничего у вас не произошло в голове Что вы не стали иным Тогда это бесполезно и все занятия Иное-иного есть иное Это противоположные мысли А как называются эти противоположные мысли? Это моменты Правильно? Потому что нет такого куска Нельзя у вас вырезать кусок, который не изменяется А второй кусок сделать куском, который изменяется Все меняется и все остается тем же самым Правильно? Поэтому Ну все, стол меняется, остается столом Штул меняется, остается стулом Жизнь меняется, остается жизнью и так далее Все то, что меняется Все становится иным Остается все равно равным самому себе Значит, мы имеем не куски этого нечто Не вырванные из него какие-то отрезки А мы имеем утверждение о нечто Что оно имеет момент равенства с собой Но иное это же нечто Значит, все, что мы наговорили про иное Мы вполне можем сказать про нечто Нечто, оно имеет момент равенства с собой Имеет момент неравенства с собой Вот теперь у нас очень простая операция Нужно найти название А название мы где находим? В науке, логике Гегеля И вот название для момента перехода в иное Момент, который означает иное и иного Называется бытия для иного Хорошее название Что вы все время хотите быть другим, 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 другим Иным, иным, иным Это момент бытия для иного Ну вот любой человек, который развивается Он со временем стремится стать иным Выше, больше знать Лучше уметь, правильно? Человек, который развивается А если он не развивается А просто сидит или лежит Он начинает деградировать Становится иным Человек, который никогда не встает Он все больше и больше заболевает Так? Тоже Вы никогда от этого не спасетесь Если вы будете двигаться Вы будете возрастать Если вы не будете двигаться Вы будете деградировать Если вы не будете ни первое, ни второе делать Все равно будете стареть Какой бы вы ни были молодой Вы можете быть на 60 лет меня моложе Но стареть, как я А я могу на 60 лет у вас быть старше И тоже все равно буду стареть И что? Никуда вы не денете То есть Вот он, бытие для иного Все время оно идет Так Ну хорошо Это вот момент неравенства с собой А момент равенства с собой Как называется? В себе бытие В себе бытие И это вот высказывание Оно очень глубоко укоренено В языке человеческом Потому что когда мы говорим Что человек равен самому себе Я спрашиваю Вы в себе или не в себе? В себе В себе То есть равно и с вами в себе А если вы не в себе Тогда идите погуляйте Выпейте водички и приходите Если вы не в себе А если вы на меня сейчас кричать будете? Надо прийти в себя Ну нет, вы вышли из себя Вы не выходите из себя здесь Не надо кричать на преподавателя А то я тоже на вас накричу И тоже уйду из себя И у нас будет ни черти что Ни лекции, ни занятия И вообще ругань одна Правильно? Поэтому давайте вы придете в себя Я приду в себя А где я был? Если я прихожу в себя Где я был? А я там же и был Только я был не равен самому себе А теперь Снова стал равен самому себе Когда пришел в себя Правильно? То есть прийти в себя Это значит снова стать равным Или говорят Мне не по себе Что значит не по себе? То я не такой, как всегда Не такой Я не я Правильно? Вот что такое не по себе А если вы пришли в себя То что вы стали равным самому себе? То есть вот это вот понятие В себе бытия очень хорошее Само по себе, говорят В себе бытия Вот в себе бытия Это равенство с собой Момент равенства с собой А в себе бытия для иного Момент неравенства с собой Значит Нечто Представленное как единство В себе бытия И бытия для иного Называется как Или нечто взятое Как единство Двух моментов В себе бытия И бытия для иного Как это называется? Изменяющиеся нечто? Изменяющиеся нет, нечто И само это единство, есть изменение Есть что-нибудь неизменяющееся? То есть это всеобщая категория Вот как мы говорим про всеобщие категории Гегелю представали, дайте пример того, что вы излагаете Такая любая категория, она всеобщая, все пример Все есть чистое бытие, все есть ничто Все есть становление, все есть наличное бытие Все имеет качество, правильно? Все есть реальность, все есть отрицание, все есть нечто Все есть изменяющееся нечто, никакого другого нечто Кроме изменяющегося не бывает в жизни Это вы просто по дороге, я первый раз на него напали Первый взгляд бросили, а оно для вас было нечто и все Потому что первый раз увидели его Как только вы начали его изучать Вы сразу обнаружили, что оно есть единство Бытия в себе и бытия для иного То есть это изменяющееся нечто Вот теперь скажите, пожалуйста В себе бытие, оно в единстве с бытием для иного находится? Если это момент одного нечета? Да А как оно может удержаться в себе бытие, если оно в единстве с бытием для иного? Отрицаю Только отрицаю бытие для иного И вот такое в себе бытие, которое отрицает бытие для иного То есть такое реальное в себе бытие Не такое, которое сейчас испаряется под воздействием бытия или иного Как называется? В нем бытие В нем бытие Или просто Вот мы дошли наконец Все, кто хотели короче, короче, короче Все любители короче Наступил ваш праздник Сабантуй То есть такого более краткого ничего нету в наукеологии Вот наконец появилась категория Вот С чем я вас и поздравляю Ну как-то надо же приятные какие-то подарки давать Причем по ходу дела Вот в ходе нашего рассмотрения появился подарок В Что значит В? Это такое в себе бытие, которое в самом себе противостоит бытию для иного А раз оно противостоит, оно связано с бытием для иного И перетекает тоже в бытие для иного Потому что не может быть такого Если я вас отталкиваю, я к вам притрагиваюсь Если я к вам притрагиваюсь Значит я с вами в единстве Если я с вами в единстве То не только я на вас влияю Но и вы на меня давите Даже когда я на вас давлю Вы своим плечом на меня давите Я возмущен, что вы на меня давите своим плечом Так? И никуда от этого не денешься Поэтому Вот, значит, после этого Вдруг мы с вами вспоминаем Что мы в своем рвении Изучали-изучали наличие Нечто И забыли, что оно не только Наличное бытие Но оно же определенное наличное бытие А определенное наличное бытие Для него характерно то, что Определенность неотделима от наличного бытия Нет отдельной определенности И нет отдельно наличного бытия Это вот мы там временно рассматривали Качество, оно так фигурировало, как отдельное А потом мы от него ушли, и выяснилось, что оно не существует отдельно от наличного бытия. Значит, то, что мы наговорили с вами, настроили в отношении наличного бытия, должно быть полностью перенесено и на определённость. Значит, определённость, которая взятая как в себе бытие, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием, а вот мы так и рассматривали в последний раз, называется определением. А определённость, которая есть лишь в бытие длиного, этот хвост определённости, который есть лишь в бытие длиного, называется характером. Хотя в книжках, вот, 1971 года пишут, что это свойство, это неправильно, неправильный перевод. Свойство учения о сущности появляется. Понятно ли это определение определения? Во-первых, это гениальное определение определения, которого до Гегеля не было, потому что для того же спинозы, что определённость, что определение, безразлично. А Гегель отличает, говорит, определённость человека, это вот мочка на ушах, а определение человека – мыслящий разум. То есть, чтобы взять определение какого-нибудь предмета, надо взять его качество, как в себе. Что значит, как в себе? То есть, какое качество, которое сохраняется в изменении. Если вы человек порядочный, то ваша, если вы порядочный по определению, то, значит, как бы не изменялись события, как бы не менялась обстановка, вы всё равно порядочный. Хорошо быть порядочным, когда всё хорошо, а когда плохо стало. А вы меня не скушаете, когда мы будем на одном корабле, и мы будем в далёком море. А вы моложе и сильнее, взяли меня и съели. А наши вот товарищи, Зиганшин, с товарищами, которые по морю, океану гуляли, и которых потом американцы сняли, и удивились, что они никто друг друга не съел, хотя сапоги они уже съели кожаные. То есть, они ни на какое ледоедство не перешли. В любой, в той обстановке, в которой неизвестно, как себя бы повели другие люди, они, эти люди, себя повели. Естественно, другой факт из истории Второй мировой войны. Вот наши жертвы геноцида фашистского, которых умерщвляли в газовых камерах, если это были гражданские люди, они в ужасном виде приставали, когда открывали эти газовые камеры. Видимо, взрослые и более сильные пытались подняться наверх, как бы освободиться от этого газа, и залезали там на более слабых, давили их. Поэтому это было ужасное, куча ужасного зрелища. А когда открывали газовые камеры, в которых помещали солдат наших Красной Армии, вот они как стояли все рядами плотными друг к другу, они погибли, но они остались солдатами до конца. И они никак не перестали быть другими. То есть, солдат, вот этот солдат, по определению солдат, он оставался не только при таких изменениях, когда он там на поле боя сражался до последнего, до своего смертного часа, но тогда он, когда же попал в газовую камеру, он все равно остался солдатом. А солдат, он неотделим от армии, и он не может пойти и, так сказать, наступать на плечи своему товарищу солдату. Вот эта товарищеская выручка и дружба солдатская крепкая, она проявлялась при смерти его, в самые тяжелые смертные часы. Поэтому, когда мы говорим об определении, это не такое случайное качество, которое сегодня есть, ветер, но он уже другое. Вот Ельцин, был он коммунист или нет? Нет, не был, потому что если человек был коммунист, и был первым секретарем Свердловского обкома, потом был первым секретарем Горкома, был кандидат в члены Политбюро. События изменились, он увидел, что наверх ему не забраться по коммунистической лестнице, он подставил антикоммунистическую лестницу, забрался на самый верх, стал президентом. Был он коммунистом? Нет. Он сказал, что это не его определение. Это он временным был, но это не его определение, это не глубоко, это не в себе идея, которая соединена с в нем бытием. Оно не противостоит в нем, ему перехода в иное. Наоборот, он и есть воплощенный переход в иное. Он предатель, изменник Родины, отступник, ренегат, подлец. И вы можете этому подлесу, ренегату и отступнику сделать сколько угодно, там, Ельцин-центров, и этот центр готовит, поэтому, ренегатов, отступников и подлецов. Ну, раз он сделан в честь этого самого ренегата, отступника и подлеца. Так что это вот очень важное понимание определения. Определение не любое качество, а то качество, которое сохраняется в изменениях. Если я умный, так я умный не только сейчас, и не только вчера, и не только сегодня, а и завтра, и послезавтра. Я умный не только, когда речь о каких-то глубоких вещах, но и более простых. Что это за умный человек, который тот, он такой вот, вроде умный, а потом несет такую ахинею. А мы очень часто видим, что есть люди, которые не имеют систематического образования, они с общими категориями, с такими колоссовскими, всеобщими, не имеют дела, поэтому назвать их умными очень трудно, потому что они такие и такие глупости говорят или повторяют заведомую чушь. Почему? Потому что нет связи между категориями, между понятиями, они разрывают явления и не могут построить правильные картины мира. А вот если речь идет о определенности, которая есть лишь бы седли иного, то это характер. Ну, в ваших характере проявляется и ваше определение, правильно? Если вы человек хороший, значит и характер. В характере проявляется, ну, бывает, если человек хороший, а характер не актив. Бывает? Бывает. Поэтому, раз это бы седли иного, так что вы хотите, чтобы оно было такое же, как определение? Ну, такой характер. Я вот знал таких людей, знаю, например, очень интересную женщину, ученую Скоржинску, Валентину Даниловну, которая написала замечательнейшую книгу про чехловатский ревизионизм, обыкновенный ревизионизм, толстую такую. Потрясающий специалист, но несносный просто по своему характеру. Вот вы меня не туда поселили, как вы ко мне относитесь и так далее. И вот, значит, ну вот по этому поводу мы ее поселили в гостиницу, все. Все, тот, кто веселил, прямо не знал, куда деваться. Я относился к этому спокойно. Да пусть говорит все, что угодно, главное, чтобы она книжку хорошую написала. А это не важно, что они там говорят. Я на это вообще не обращал внимания. Ну, характер может быть несносный, а человек хороший. Бывает. И вот начнет. Поэтому как бы в таких случаях поступать? Ну, надо различать определение человека и его характер. Хотя, через характер можно проникнуть в определение. Они же в единстве. И изменить определение. То есть, вроде как, характер эта злобность какая-то закрепится, она начнет быть злобностью уже и в самом определении. Верно? Или, если у вас определение прочное, то оно проявляется и в характере. Правильно? И характер у вас, если вы разумный и добрый человек, то это доброта, но в чем-то проявится. Не может быть так, что вы добрый, только никогда у вас снега зимой не выпросишь. Ничего себе добрый. То есть, вот мы получили такую категорию. И тем самым мы с вами почти уже добрались. Если рассмотрели это изменение, нам надо сделать еще последний шаг. А последний шаг состоит в следующем. Вот смотрите. Определение оно есть? Есть. А раз есть, оно что? Бытие. А характер есть? Характер. И, значит, характер, как и оно тоже бытие. А оно, какое бытие-то? Характер. Вот определение, какое бытие. Вы сказали бытие. Какое бытие-то? У нас определенное бытие. Определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. А характер тоже определенное наличное бытие. Значит, у нас есть становление. Вот смотрите. Определение и характер. Это становление. Есть определение и характер. Моментами которого есть два наличных бытия. Причем качественно иных. Не дубль, когда два – нечто и нечто, нечто или иное, ничем не отличающиеся, а качественно иные. Имеет место, говорит Гегель, качественное инобытие. Качественное инобытие. И вот такое нечто, которое взято как становление, моментами которого являются два нечто, качественно и иные – это изменяющееся нечто. Вот куда мы пришли. И как глубоко мы забрались. К чему относится эта категория изменения? Ко-чему. Причем вот это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, как называется? Это граница. Граница. Вот видите, становление, моментами которого является одно и другое. Так вот одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, есть граница. Это не палочка и не стрелочка, а это одна их определенность. Например, вот вы на лекции сейчас присутствуете. Лекция – это определенность? Наша. Вы же на лекции? А я на лекции. А что нас соединяет? Я выступаю как лектор, а вы как слушатель. Что нас соединяет? Лекция. Значит, лекция – наша граница. Это хорошо звучит? Не какой-то там, вот скажете, вот этот стол – наша граница. Ну, вы даете, если стол. Изучали, изучали, вдруг и наша граница – стол. Наша граница – лекция. А почему наша граница? Потому что мы, во-первых, у нее едины. Потому что может быть лекция без слушателей? Не может быть, с учетом того, что эта лекция записывается, а потом вывешивается. А может, поэтому она не может быть без слушателей. Даже если, скажем, слушатся и мало придет, или кто-то вдруг не придет. Поэтому лекция не может быть без слушателей. А без преподавателя может быть ли, что вы будете записывать? Что вы будете показывать? То есть без того и без другого это не может быть. Потому что одно и другое присутствуют вместе. И тем самым вы имеете дело с изменяющимся нечем. Ну вот, теперь, к чему это относится, изменения, изменяющиеся нечем? Ну, ко всему. Все можно рассматривать только как изменяющиеся. Поэтому, скажем, Горбачев со своей идиотской перестройкой, ну, вот тут вылезает, как просто круглый дурак. Ну, что ты доказываешь, какая-то перестройка, потому что все находится в изменении. Дескать, надо менять. Положение надо менять. Ничего его менять, оно и так меняется все время. Нет такого, чтобы не менялось. Поэтому люди, которые выступают за изменения, без указания того, какие изменения сделать, это пустые, пустые, никчемные люди. Более того. Кроме всего прочего, как бы ни менялось что-то, есть еще понятие прекрасного. Или совершенства. Вот есть некое совершенство, которое изменяется. Например, статуя Венеры Милосской, хоть и с отрубленными руками, но она есть некое совершенство. Так вы хотите поменять? А у нее что, ноги еще оторвать хотите? Что вы еще хотите с ней сделать? А можно ее? Она меняется. То есть надо, между прочим, задумать о том, как ее сохранить, чем, может быть, ее надо обработать, как это закрепить, чтобы атмосферные осадки или вообще какие-то явления, которые имеются в воздухе, не повредили эту скульптуру. Она же меняется. Нет таких скульптур, которые бы так или иначе не изменялись. Есть такие общественные институты, которые надо изменить, нам надо в обществе что-то менять. Но если что-то менять, это абсолютная бессмысленность, это пустота. А что-то все время меняется. Без всяких классных путей. Все люди меняются, все институты меняются, все суды меняются, все органы меняются. Поэтому просто поставить вопрос изменений, это означает уйти вообще от той точки, в которой это сохраняется. То, что можно ведь все менять, менять, менять и далеко-далеко уйти от сохранения. Теперь после эпохи перестройки или после вот этих всех наскоков на социализм с позицией, дескать, вы должны перестроиться, мы должны перестроить, хотя вот в этих словах перестроить звучит изменить строй. А изменить строй перейти к другому строю. Так что произошло именно изменение строя. Был строй коммунистический в первой фазе, а стал строй буржуазный. Пришел Ельцин и стал говорить, мы должны все реформировать. А что значит реформировать? Менять форму. А зачем вам менять форму? Вот если форма сейчас соответствовала содержанию, а форму поменять. Что будет дальше? Вот если вы форму поменяли, что будет с содержанием? Оно уже в этой форме не сможет удержаться. И содержание начнет меняться. И вы из положительного содержания получите отрицательное содержание. Чтобы задушить заводы, что нужно делать? Менять форму организации всего этого, производства, труда, снабжения, обеспечения и так далее. Делать откаты, не делать программы, не делать планы, ничего не продумывать. То есть если просто реформировать... И все время, если все время менять форму, значит, нет никакого спокойствия для творческого, вдохновленного и созидательного труда. А все время это поменяет, вот это поменяет. Все время новые законы, все время новые налоговые кодексы, все время бегают бухгалтеры, все время платят деньги за то, чтобы узнать, какие новые изменения произошли. И все время меняется, меняется и меняется. изменения по-пустому есть глупость. Вот надо менять, скажите, пожалуйста, Таврический дворец. Я не знаю. Зачем его менять? Это же произведение искусства. Или, а надо менять Смольный собор. Если только его реставрировать... Так это надо блокировать изменения, которые произошли, атмосферные, так сказать, осадки, там, воздействия внешние. Вот взяли, если вы встанете на Литейном и будете смотреть на Смольный собор, и вы увидите там какое-то странное здание такое, какой-то странной формы, какой-то такой таракан или паук, вот такой белый, который разрезает комплекс Смольного, здание, а там есть основное здание, и вот такие вот маленькие башенки, разрезает ее на части, как будто у нас нет никакого архитектора города. Ужасная картина. Вот когда будете заезжать, выезжайте на, вы посмотрите, что там происходит. Это ужасная совершенно картина. Как такое вообще можно допустить? Там все кричали про эту кукурузу, про лахтоцентр, а в это время уничтожали комплекс. Как уничтожить комплекс великий Смольного собора? А сделать вот такую перспективу, чтобы он был на фоне черти кого. И все. Застройка такая, что ли, да? Ну, на том берегу не вы построили, но не видно, что это на том берегу. Там очень крупное здание, вот такой непонятной полушаровой формы, белая с черным. Какая-то гадость, как будто какой-то пожирающий этот Смольный пришел какой-то зверь. Это поменяли. То есть перемены. А Таврический дворец не надо менять. Смольный не надо. А что, Исаакиевский надо менять? Кстати, вот начали менять. Зачем затеяли эту всю возню, вокруг которой столько шума? Нам нечем заняться? Нечем людям заняться? Нет ничего созидательного, чтобы... Вот нечем заняться, видимо, губернатору Полтавченко. Тут надо кого-то, чему-то передавать. Ну, вы что-то сделаете хорошее. Вы завод хоть один построите, пожалуйста, отечественный, чтобы не надо было все время работать на зарубежного дядю. Вы что, построили вообще? Ну, скажите, если построили, скажите, а вы чем занимаетесь? Ну, ума-то не надо передавать то, что построили. Это же было построено столетие назад. А вы туда-сюда-то и гоняйте. Это что, мячик, что ли, Исаакиевский собор? Люди не могут ничего создать, они только думают, как перекрашивать, переделывать. Перестраивать, видоизменять. Еще чем выдающееся дело сделал. У нас какая была революция? Великая с точки зрения вот нынешнего правящего класса. Буржуазная, французская. Великая революция. Кто ее? Творцы, вожди, лидеры. Марат, Робеспер. Так, набережный Робеспер далой. Не, ну, хорошо, Робеспер же, никому не есть. Робеспер, ваш же, лидер, вождь, буржуазный. Вы чего его убрали-то, набережную Робеспер? У вас какая-то, есть какие-то у вас знания-то есть в истории. Вы должны понимать, что вы поклоняться должны Робесперу. Вы пришли, создали, вот, бог, общество, государство, буржуазное. у вас Робеспер, у вас Робеспер должен быть вот наверху. Пламенный, буржуазный революционер. А вы что сделали? Вы его убрали. Вы, наверное, скоро и Марата уберете, но там эта улица называлась грязей. И что-то пока вот тут затормозились. Ну, подумаешь, была там воскресенская церковь. Ну, какое великое событие, что там была воскресенская церковь. Ну, если вы верующие, то кого это не волнует, что вы верующие? У нас какой идеал был буржуазный революционер отделения, церкви от государства? А государство от церкви. Что вы все время вас поставили губернатором? Ну, и работаете как губернатор. Это в ваши функции заниматься церковными делами не входит. Тащить везде, где надо и не надо. Потому что вы только можете породить всякого рода столкновения. Вы их уже породили. Вы потом ходите как подсвечники. То есть, вы же не были верующими. Вы что, кто-то поверит, что вы 50 лет были неверующими, а потом вдруг поверили. И в честь чего вы поверили? Когда вас назначили губернатором? И вот теперь ходите со свечами. А вы в синагогу сходили? А вы не сходили? Вот там, на Петроградской стороне что у нас? В мечеть сходите. Ну, в мечеть-то сходите. А почему вы в буддийский храм забыли? Вот там, на набережной есть буддийский храм, туда все идите. И давайте, бросьте все дела и мотайтесь по всем церквам. У вас что, нечего делать? Есть у них свое руководство, они самостоятельны, никто их деятельность не запрещает. Они, так сказать, ведут свое хозяйство и имеют свою пасту. Ну, что вы туда лезете? Мало того, давайте напихаем в школу. Ну, сказано вот, в великую французскую буржуазную, не в пролетарскую революцию, буржуазную, отделить школу от церкви. Школа дает знания, а вера дает в церковь. Ну, что вы Божий дар все еще не соединяйте. Есть церковь. Кто запрещает ваше церковь? Никто не забывал. Идите и ставьте свечку кому хотите. Верьте, кого хотите. Зачем вы смешиваете церковь и это? И это все вот эти так пустые перестройки изменения формы. То есть, вот через изменение формы можно выкинуть содержание. А ведь что за изменения бывают? Изменения бывают, которые дают прогресс, а есть изменения. которые дают регресс и реакцию. Поэтому вот такие даже песни поет. И нам молодежь научили, она нахлебалась этой вот дряни, которая несется, так сказать, с высоких таких трибун. И говорит, мы хотим изменений, мы хотим перемен. Перемен хотите? Хорошо. Сейчас будут наркотики вовсю расширяться, и вы будете умирать пачками. Это перемены. Раньше не умирали пачками молодежь так. Давайте ВИЧ-инфекция, она это перемена, настолько ВИЧ-инфицированность. Давайте их сделаем на равных все. Давайте это расширять будем, везде пропагандировать. Что у нас получается? Мы хотим перемен. Еще каких перемен вы хотите? Вот ИГИЛ, она хочет перемен. Она хочет вместо Башара-Осада, чтобы там было, уже он не был президентом, и там было государство. А вот Россия этим переменам противодействует, и она выступает России как консерватор. Консерватор – это всегда плохо. Если у вас консервы есть, даже с грибами или с огурцами, это не так плохо. А если вы откроете эти самые консервы, они у вас будут не в холодильнике, пропадут. Ну чего хорошего? Да не всякие перемены это хорошо. Мы выяснили, что такое изменяющаяся неча. Такие перемены, которые через характер приведут к изменению определений, что было, скажем, у нас в производстве такое, которое давало производительность труда на третьем месте в мире, а теперь дает ее на черте каком, такие перемены никому не нужны. Ни в буржуазии, ни рабочим, ни христианам, ни мелкой буржуазии, никому, ни интеллигенции. Вот у вас какие перемены. Вы теперь ищите, что на 10% надо всем отрезать. Давайте всем на 10% ноги укоротим, руки, голову давайте немножко подстрижем, только что отстричь будем не только волосы, но и саму голову. Это же будет изменение формы, правда? А в чем состоит прокруст того ложа? Прокруст. Такое делал ложа, в которой, если ноги не уменьшаются, тем хуже для ног. Можно ли выступать просто за перемены? Но надо сказать, что есть ли здоровые такие течения в нашей жизни? Я вот, поскольку читаю эти лекции регулярно, и про изменения в том числе, как-то я спускаюсь в метро до Селястровской, и вижу там такой красивый стенд, и написано. Меняйся чаще. Ну, думаю, это вот говорится об изменениях, как-то диалектично это смотрится. Но меняйся сказано, а то, что сохраняйся, не сказано. Недостаточно это. Так меняйся, меняйся, и превратишься неизвестно в кого. Вот уже есть голубые вот девушки. Мы сегодня подходим к факультету и видим, что вот голубые волосы. А что голубые волосы-то? А потом думаешь, может, скоро будет место ног рыбьих восхит. Иду я по Дворцовой площади и готовлю лекцию одновременно в голове. И вдруг я остолбенел. Прямо вот на подходе к троллейбусной остановке написано. Меняйся, но оставайся собой. Ари Флейм. Вот, думаю, дает. Вот, Ари Флейм. Это же, так сказать, предприниматели. Это же рекламный плакат. Так Ари Флейм-то знает, что такое, что такое изменение. В нем есть два момента. Равенство с собой и неравенство с собой. Меняйся, но оставайся собой. Учитесь, короче говоря, граждане, у Ори Флейма и у Гегеля. Ну, Гегель богаче и полнее. Но вот эту категорию можно поучить даже хотя бы у Ори Флейма. Для начала. Чтобы не делать таких больших глупостей, которыми начинена наша жизнь. то есть, философия изучает всеобщее. Если это всеобщее, то это значит, что тот, кто этого не понимает или не осуществляет или не делает, он тем самым выступает против этого всеобщего и делает грубые ошибки. Призываю грубые ошибки не делать, потому что, если есть большая теория, то и практика будет тоже великая. А если в теории будут грубые ошибки, то и в практике будет. Не просто ошибки, а вред. На этом позвольте лекцию и закончить. Благодарю присутствующих. Продолжение следует...